В рамках Дней Норвегии в Нинницком округе прошел ряд официальных мероприятий. Перспективы международного сотрудничества обсудили глава региона Игорь Кошин и делегация Королевства Норвегии. Развитие арктических регионов, телемедицины и оленеводства – такие темы затронули участники диалога. Одной из самых перспективных сфер сотрудничества являются традиционные виды деятельности. Большой интерес для нашего региона представляет опыт существования Международного центра оленеводства в городе Каутакейна. Он появился в 2005 году. Центр является базой знаний для обеспечения и разработки информации между разными оленеводческими народами, государственной властью и научным сообществом. У оленеводов Нинницкого округа есть опыт засолки шкур оленя и реализации продукции в Финляндии. Однако невостребованными остаются до 25 тысяч шкур оленей ежегодно. Существует понимание и бизнес-плана по реализации этого проекта. Поэтому, если со стороны предприятий Норвегии есть интерес, мы готовы выступить посредникам и помочь с реализацией данного проекта с нашими хозяйствами. В свою очередь представитель центра оленеводства пригласила профессионалов округа принять участие в Конгрессе по вопросам оленеводства. Он пройдет в Норвегии в августе. На этой площадке профессионалы смогут поделиться опытом и наметить пути решения актуальных проблем. «Вчера в техникуме мы затронули тему переработки оленей шкур. Наш центр уделяет этому большое внимание и сохраняет традиции. Нельзя допускать, чтобы они становились мусором». Глава региона отметил хорошие результаты сотрудничества в рамках телемедицины. Игорь Кошин выразил надежду, что опыт Нинницкого округа может быть полезен норвежским врачам. «Простая цифра. Только за два года действия этого проекта была проведена 401 консультация и только в семи случаях потребовалась госпитализация воздушного транспорта». Советник губернатора Галина Медведева отметила интересные проекты Нинницкого округа, летний кочевой детский сад и центры досуга для детей, которые находятся летом вместе с кочующими родителями в стойбищах. Также хорошие результаты давала программа обмена профессионалами в сфере ведения традиционного хозяйства. «Один-два человека пребывали в наше стойбище и проживали один-два месяца. И наоборот, молодые оленеводы, работающие оленеводы пребывали в Нарвегию, жили. Тогда идет изучение и традиций, и культуры изнутри». Галина Медведева отметила важность диалога арктических регионов и предложила создать словарь арктических языков, в которые войдут русский, английский, норвежский, а также ненецкий и саамский языки. Ирина Цепетова, Надежда Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север».